Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Подпалил дверь и скрылся. Правоохранители задержали подозреваемого в поджоге опорника. Как это было? Рекорды на воде. Все сработало на то, чтобы они сделали все лучше, чем вчера и лучше, чем на тренировках. В Абруйске прошел чемпионат по плаванию. В чем его уникальность? Температурные перепады. Для ноября такие подарки не характерны. Климатическая норма листопадного месяца ниже на 5-6 градусов. Среда обещает быть дождливой. Какие еще подготовила сюрпризы небесная канцелярия? А также австрийское ЧП, белорусские овощи и статуя с подсветкой. Что изменилось на Минской? В Абруйске задержан подозреваемый в поджоге опорного пункта. Происшествие случилось около полуночи 28 сентября. Неизвестные подпалили отдел милиции на Куйбышева. Огонь повредил входную дверь, внутреннюю отделку. Следователи возбудили уголовное дело за умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом. В Абруйске сыщики выяснили, что к поджогу причастен 42-летний безработный горожанин, который после совершения преступления уехал в Россию. До днях мужчина вернулся, его сразу же задержали. Встретил его друга, он выпил, пошел к нему домой, выпивал, смотрели телеграм-каналы, ютуб туда-сюда, был немного возмущен действиями власти, показанными телевизором. Он походил, такой водораженный, решил выпустить свои волосы, хулиганскими действиями, и просто взял бензина, ходил с ним в обрезание, поджог. Задержанный находится в ВВС. На его счету судимости за кражу, мошенничество и хулиганство. Пенсионное соглашение, зеленая ветка и теракт в Вене. Сколько пострадавших в Австрии. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Первый энергоблок Белаяс включен в объединенную энергосистему страны. Об этом сообщает Министерство энергетики. График пуска первого энергоблока Белорусской атомной электростанции стартовал 7 августа, когда в корпус реактора была загружена первая тепловыделяющая сборка со свежим язерным топливом. Энергетический пуск блока планируется в ноябре этого года. МИД Беларуси выясняет, нет ли наших граждан среди пострадавших во время стрельбы в Вене. Накануне вечером неизвестные открыли огонь на улицах австрийской столицы. Три человека погибли, еще не менее 15 остаются в больницах. Среди пострадавших есть сотрудник полиции. Также застрелен один из нападавших. Всех жителей города сейчас призывают оставаться дома. Занятия в школах отменены. В спецоперации по поиску нападавших участвуют 150 спецназовцев. Третья ветка Минского метро откроется к 7 ноября. Линия будет длиной свыше 17 километров. На ней разместятся 14 станций. Сегодня уже построены 4. Вокзальная, площадь Богушевича, Ковальская Слобода и Юбилейная площадь. На их строительство ушло более 6 лет. Остальные остановочные пункты должны построить к 2026-2028 годам. Граждане Белоруссии и Молдовы теперь не потеряют в пенсиях. Между странами начало действовать соглашение о социальном обеспечении. То есть стаж, полученный на родине, сохранится и при переселении. Пенсию будут выплачивать раз в квартал в национальной валюте того государства, где сейчас проживает гражданин. Такие соглашения уже действуют с Россией, Азербайджаном, Литвой, Латвией, Эстонией и Чехией. Белорусские аграрии готовы полностью обеспечить внутренний рынок свежими овощами. В хозяйствах уже убрали лук, морковь и свеклу. Завершается заготовка белокочанной капусты. Ее бригада овощеводов за смену убирает до полутора гектаров. В Белоруссии выздоровели выписаны 87 985 пациентов с COVID-19. Зафиксированы 101 329 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 2 547 858 исследований. Такие данные приводит Минздрав. Более 2000 доноров уже сдали плазму с антителами COVID-19. Медики оценивают эффективность лечения в 60%. Специалисты призывают всех, кто переболел и чувствует себя хорошо, сдать ценный компонент крови. Активнее всего сейчас сдают и используют плазму в Гродно, Бресте и Минской области. Как платно, так и бесплатно. Чемпионат на воде на базе спорткомплекса «Лесной» прошли соревнования по плаванию. Здесь спортсмены разных возрастов выяснили отношения в двух стилях. В чем особенности этого состязания узнал Максим Кембель. На дорожках «Лесного» более 100 юных плавцов. Ребятам от 7 до 12 лет. Главная особенность этого чемпионата – инваспорт. Для особенных ребят это не признак слабости, а вызов своим возможностям. Психологический аспект здесь самый важный, говорят тренеры. У инваспортсменов больше ошибок при обучении, поэтому от наставника требуется смекалка и изобразительность. Старательность – главная черта плавцов. Задача только работать на рекорд. Только рекорд, только улучшать. И все улучшают свои результаты лучше, чем тренировочные. Это радует, что они не подверглись состоянию страха, паники. Здесь все сработало на то, чтобы они сделали все лучше, чем вчера и лучше, чем на тренировках. На водных дорожках 35 мальчиков и девочек с особенностями физического развития. Наравне с другими у них в программе два вида – кроль и заплывы на спине. Вольным стилем 200 и 400 метров. Сейчас главное заинтересовать детей, чтобы им это нравилось. Оставить контингент вот этот, чтобы потом они и в дальнейшем, когда уже были более старшие, плавали и радовались. Что касается результатов, то по окончанию турнира многие ребята в трудовой книжке спортсмена изменят разряды на более высокие. Олимпийский девиз снова в деле. На чемпионате нет проигравших. Главное здесь не быстрые секунды, а крепкое здоровье маленьких спортсменов. Ведь на дорожке или ковре, в поле или зале бобручане всегда за здоровый образ жизни. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Известная статуя на Минске обрела новый облик. Теперь в темное время суток мемориал в честь воинов, погибших при освобождении Бобруйска от немецко-фашистских захватчиков в июне 44-го подсвечивается светодиодными фарами. Их по заданию Горсвета поставил Могилевский завод «Зенит». Прототип фар, как сообщается, был разработан для создания дальнего света в карьерной технике. Ее оптика оптимизирована для высот установки 1,4 метра. Дальность света 150-170 метров. Вторник приятно удивил горожан. После обеда Бобруйска зарела солнце. Дожди обошли стороной. Правда, за окном было по осеннему свежо до плюс 9. Надолго ли тренд Максим Кембель. Дождей до 12 градусов тепла ожидается в Беларуси 4 ноября. В среду будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. Местами ожидается туман. Ветер прогнозируется переменных направлений 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью до 11 градусов выше нуля. Днем будет от 6 до 12 со знаком «плюс». Осень хоть и уходит медленно, но не перестает удивлять. Ближе к выходным воздух прогреется до плюс 12. Будет ясная солнечная погода. Для ноября такие подарки не характерны. Климатическая норма листопадного месяца ниже на 5-6 градусов. В китайском Гуджуне прошел сильнейший за последние 10 лет снегопад. Высота белого покрова достигала 20 сантиметров. Из-за непогоды парализовало движение транспорта. Перестали ходить междугородние автобусы. Несмотря на причиненные неудобства, местные жители успели насладиться чудесными природными пейзажами. На крупнейший пляж Шри-Ланки выбросилось около 100 китов. Это стало самым массовым выходом млекопитающих на берег за всю историю страны. Причину происшествия ученые пока не выяснили. На это могут уйти и десятилетия. Вторник в Бобруйске обещают быть пасмурным. Возможно, кратковременные осадки в виде дождя. Ветер восточный 6-9 метров в секунду. Ночью ожидается до 4 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 9. Максим Кембель, Андрей Богдан. Бобруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Следите за новостями в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Продолжение следует...